если мы вспомним что в этом году я назначил либо направлением этого года лицом к лицу с богом и я не будут ходить от этой темы и все мои проповеди как я уже обещал будут направлены к этому к этой цели лицом к лицу с богом если прошлый раз я говорил о рожденное страданиями свобода то сегодня я название моей проповеди будет просто очень простыми взглядом или глазами свободы какая бывает свобода каждый человек имеет выбор свободы и этот выбор у каждого человека свой я как говорил уже что это цель этого года чтобы мы обновили свои отношения с богом если кто из вас был в этот в эту среду на молитвенной нашей на третьем этаже вы могли пережить нечто чему стремится моя душа но это не предел поэтому приглашаю вас всех приходить на нашу молитвенную встречу с богом каждую среду 6 до 8 у нас проходит молитва и в эту среду было особенное присутствие больше но это не предел и в ту же среду господь тоже прошлую среду бог сразу же показал мне чтобы я продолжал эту тему тему встречи с богом в пасхальном свете пасхальное направление я продолжу пасхальной неделю и хочу сказать что единственное направление в моей проповеди будет очень простая это встреча с ним к тому кому кому принадлежит план искупления народа я хочу говорить о том кому принадлежит сама идея и план спасения своего народа бог обращается к нашему народу через пороков говоря словами которые каждый из нас помнит еремея 3 на 30 31 31 31 когда говорю в прошлый раз что вот наступает не говори господь когда я заключу дом израиля из домом иуды новый завет не такой завет который заключился от сами и в тот день когда взял их за руку чтобы вывести из земли египетской тот завет мой они нарушили хотя я оставался в союзе с ним говорит господь это говорит бог который вывел израиль из египта бог который выводил израиль обращайтесь через пороков говорят о новом завете завет который заключили в пустыне народ израиль не он не исполнил хотя сам бог авраама оставался в верным этому завету но павел раб шоу будет говорить другими словами в чем заключался фактически завет завет заключался через кровь и и как и в новом за как бы хаташа так и в завете пустыне на самом деле суть всего была завета через кровь потому что без пролития крови нет прощения грехов и обращаюсь опять к исае исае восьмая глава 6 глава 8 стих и услышал я голос господа говорящий исаи не говорит и слышал я голос который говорил ко мне он говорит я слышал голос который говорил кого мне послать и кто пойдет для нас кого мне послать и кто пойдет для нас и я сказал вот я пошли меня продолжая эту тему и послание к евреям открывает сущность прихода мессии вот и связывая их с этими словами исаи и 10 глава 4 стих ибо невозможно чтобы кровь тельцов и козлов уничтожили грехи посему мессия приходя в мир говорит жертвы приношения ты не восхотел но тело уготовил мне всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе когда я сказал тогда я сказал вот иду как написано в книге начале книги написано обо мне исполнить волю твою боже еще это себе что я услышал этот призыв вот я иду чтобы исполнить что написано обо мне в начале книги исаи 53 10 говорит уже другие слова которые делают кульминацию служение ищу здесь на земле но господу угодно было поразить его и он предал его мучение когда же душа его принесет жертву уместивления он узрит потомство долговечное и воля господне благоуспешно будет исполняться рукой его сегодня мы становимся свидетелями того что о чем говорил исайя что через страдания когда душа его принесет жертву уместивления он узрит узрит каждого человека который принимает еще у миссии личным спасителем освободителя от грехов я понимаю что этот разговор который мы имеем о встрече с богом конкретно ведет нас к обновлению наших заветов с богом мы говорили о неожиданной встрече с богом мы говорим о том времени когда внезапно миссия приходит к своему творению и встречается с этими людьми людьми которые его ожидали как бы хотелось бы сегодня например мне вернуться обратно хотели бы и вы сегодня вернуть время вспять кто бы хотелось из вас если вот была такая возможность вернуться в то время когда жил миссия бы среди людей которые видели его и не принимали бить среди людей которые любили его и ненавидели те которые за ним следовали получали от него благословение и которые его предавали кто бы хотел бы стать тем человека которые видели его к лицом к лицу многие из нас наверное бы но многие бы хотели и я скажу сегодня может быть я не придется начать вот этот экскурс 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 к людям которые встречались с богом лицом к лицу я хотел бы чтобы мы переживали то что они переживали первый человек с которым я хотел вас познакомить сегодня человек который нам очень хорошо знаком его зовут шимон петр я хочу начать с него не с того времени когда он впервые познакомился с ешуа когда его брат андрей привел его к миссии и сказал мы нашли миссию даже не с того времени когда и шимон петр принял еще миссии признал себя грешником и последовал за ним даже не с того времени когда и шо сказал ему хочу иди по воде хочу вернуться с вами в то время когда это было совсем по-другому встреча которая о которой я буду говорить с вами это была встреча когда их глаза встретились когда они пережили что-то что интересно что этот случай который о чем я говорю он очень сильно мы с вами переживаем например когда-то кто-то привел нас к ешуа миссии когда-то кто-то познакомил нас со спасителем мира и мы проигнорировали его как и проговорили вам петр то первая встреча у андрея петра и ишуа ничьи ничем не закончилось второе мы кажется машинах пришел к ешу миши машин пришел к петру пришел в его лодку как он пришел и однажды в нашу жизнь несмотря на то что мы были знакомы к таши ишу кто-то приз познакомил нас с миссией мы не всерьез приняли этот это приглашение мы были в своих заботах и в один день этот миссия пришел в нашу жизнь изменила сделку особенное чудо и как пётр который признал себя с нищим признал себя недостойным грешником сказал отойди от меня господи потому что я человек грешный в конце концов он принимает ишуа личным спасителем как многие из нас и мы последовали за ним по дороге жизни так же как какие петр которому сказано было иди по воде который не боялся следовать среди этого бушующего моря мы также в океане жизни следуем за ишуа исполняя его совершенную волю и кажется это достаточно но на самом деле на самом деле все эти все произошедшие наши жизни иногда приводят нас к ска встречи с которой я хотел бы вас познакомить эти встречи лицом к лицу от которых иногда хочется сбежать эти встречи если к лицом к лицу со спасителем который заставляет тебя рыдать плакать и убежать чтобы не быть на этом пути эта встреча начинается спасаха особенно у петра шимон который был частью двенадцати апостолов учеников и шо миссии последний седр который здесь был на земле и шо миссии продолжался как и во все остальные дни услышьте меня пожалуйста сюз начинается с это особенных слов которые говорят дети и я надеюсь что это было сказано и в тот же вечер потому что эта традиция почему эта ночь отличается от всех других ночей представьте себе представьте себе эту вечерю последнюю вечерю и шо миссии на земле где задаются вопросы такие же сами почему это ночь отличается всех ночей вы знаете обыкновенная фраза который отвечают дети заезжено в течение четырех тысяч лет уже со времен исхода становится такой фразы как как фраза дежурной понятно потому что в мы были рабами но всю ночь господь вывел нас из рабства заезженная фраза для нас верующих людей мы часто вспоминая о пасхе мы бы мы думаем что-то особенно должно было произойти и мы праздную пасху и мы не спрашиваем себя как каждый год почему это ночь все-таки на самом деле другой была чем остальные ночи мы понимаем мы говорим и были рабами мы были рабами своего греха своего положения своих обстоятельств но господь силой рукой вывел нас как он вывел израиль встреча с богом пошла сговорили он вывел народ себе и шуа приобретает и весь мир для себя для бога и по этой причине мы говорим эта ночь отличается от всех других ночей в ту пасхальную ночь ученики много общались они ели пседр они приволяли хлеб они общались они даже спорили о том кто должен быть высшим и шуа объяснял им что не должно быть так что в этом в этом мире без погас господствуют люди но среди вас не должно такого быть он даже им предговорил о том что им надлежит царство небесное что они вас сядут на тронах вы или искать на после престолах 12 и будут судить 12 колен израиля они говорили о в разных вещах но в конце трапезы и ищу обращается к симону как и обращается к нам в лице симона каждому из вас к и ко мне лично он говорит слова которые могут поразить каждого человека и сказал господь симон симон все это она просил чтобы сеять вас как пшеницу не сеет тебя он обращается пороческим словом в будущее сеять вас как пшеницу но я молился о тебе чтобы не скудела вера твоя и ты никогда обратившись утвердил братьев своих слово которое было сказано она не принялась как бы буквально это мои переживания которые они имели может быть не касались потому что еще не пришло время неужели при это возможно при этих обстоятельствах неужели слово которое сказал еще в жизнь петра могло косма может касаться каждого из нас не вас разве возможно после всего что симон пережил и каждый из нас пережил каждый из нас пережил спасение богословение сколько блага спать наш дал нам неужели возможно было можно утратить нашу веру не вас неужели возможно откуда-то вернуться чтобы других наставить и в связи о том что не ходить туда не не обращаться тем путем который я где я был неужели возможно и способны мы тому чтобы придать веру устои правила неужели возможно придать друзей неужели мы способны ради собственной безопасности отречься от бога возможно этот пример который сегодня вам говорю говорю в назидание чтобы мы поднялись духом смотрите если читать несколько следующих мест которые предшествовали этой встречи ишуа с петром и иоанна 18 глава 15 стих за ешуа следовали это после того как его арестовали повели его в дом пересвященника за ешуа следовали симон петр и другой ученик ученик же сей был знаком пересвященнику вошел с ешу во двор пересвященческий петр же стоял за дверьми потом другой ученик который был знаком пересвященнику вышел из сказал придворницы и вел петра тут раба придворница говорит петру и ты не из учеников ли этого человека он сказал нет между тем рабы и служители развели огонь потому что было холодно ста и стояли и грелись петр же также стоял с ними и грелся не знаю заметили ли вы или нет но вопрос у меня создался кто-то другой ученик который из которого знал петр и который был знаком пересвященнику что это был за план вторжение в дом или во двор пересвященника и как добрый робин гуд петр вызвали тишуа мессию из плена что-то был за план который которому петр согласился вместе с иудой совершить потому что только иуда был знаком пересвященнику и вместе с всей этой армии которой его еще арестовали ввели его в дом пересвященник услышьте этот же иуда открыл двери петру чтобы он зашел во внутренний двор что это произошло я не знаю но я знаю точно что то что произошло стало уроком для каждого из нас становится уроком для меня луки 26 глава 61 стих когда господь обратившись взгляну на петра петр симон вспомнил слова господа как он сказал ему когда их глаза встретились когда ишуа посмотрел на петра который был там среди тех кто обвинял его среди только толпы толпы которая привела его пересвященнику и он увидел нечто увидел душу петра давайте рассудим немножко если мы будем описывать эту ситуацию разве при этой ситуации которая была с петром и во дворе первого священника разве эта ситуация каким-то образом угрожала петру быть высвеченным как учеником и шо миссии разве эта ситуация если бы он признался что он ученик и шо миссии что он верующий в него могла ли эта ситуация повлиять на его жизнь и было ли это опасностью для него многие скажут может быть абсолютно нет лука говорит другими словами ишуа отвечал я сказал вам что это я итак если меня ищите отпустите их пусть идут да сбудется слово речено им из тех которые ты мне дал я не погубил ни одного иоанна 18 глава 8 9 стих а это означает что не из-за страха с жизни петр предал ишуа я может быть вы не смотрите как я смотрю я не знаю как какими глазами вы смотрите на эту ситуацию но я посмотрел немножко другими глазами и хотел бы может быть с вами поговорить об этой встрече лицом лицу к богу с ним неужели апостол произнес а слова отречения только за того что ему хотелось быть во дворах этого первосвященческого дома и стоять греться у костра по крайней мере я знаю точно он отказался от ишуа ради того чтобы не быть бы изгнанным услышите мои слова он а 3 в произносит слова отречения от мессии ради того чтобы не быть по выдвинутым за двор и под послушайте причиной этого не страх о жизни а что-то иное но ведь такое заключение может сделать каждый до без заключения то чтобы побыть в дворе погреться и может быть знаете как иногда говорит так вырвалась из на языке просто чтобы ну как бы не приставали многие люди думают что если они просто сшутят и либо той либо просто отнекиваются от опала зицы которые они есть на самом деле как верующие люди что-то просто пройдет их мимо но услышьте мы можем первый раз встретившись решу отказаться от него потом придет нашу жизнь изменит ее мы потом можем ходить верой по волнам это быть ситуации и быть твердыми но что-то нас может подтолкнуть на то чтобы эта встреча оказалась для нас горькими слезами готовы ли мы сегодня на встречу готовы ли каждый из нас пойти следующим уровнем в сердце петра никогда не было от желания отрезки от мессии но обстоятельства которых они он попал подвинула его на без мы такое слегка мысленное решение а может быть такое абсурдное решение которое делает петр похоже на наше может быть это решение поведение которое он попадает на самом деле сущность нашего человеческого эго несколько примеров из писания мы видим как и исав отрекается от личного своего первородства за похлебку супа разве разве он не знал материальная и моральная про ну понимание того чтобы что значит первородство я думаю что исав понимал что за этим отказом может последовать и отказ в благословении в наличии именно имущество то что что предложила ему право папе как первородному и я понимаю что это часть иногда касается и нас разра ладно мы говорим о исаве как насчет и он и который огорчился когда дерево которое за ночь выросла вдруг она повяла и он огорчился и он говорил с богу к богу как бы таким составе тоже хочешь мои убей меня вот так огорчился от каком-то растение вместо того чтобы быть ну как бы благодарны богу за всю страну легкомысленное быстровременное решение они иногда мешают нам правильно думать я могу согласиться с теми людьми которые сейчас размышляют и сказать говорят себе одну сложно сказать почему пётр отказался от миссии множество может быть обстоятельств абсолютно множество может обстоятельств быть в жизни петра но я точно знаю смотря на то что описывает лука что он хотел прийти туда где был его учитель я не знаю каким образом договорился он с иудой но он был там чтобы не только наблюдать а знать что будет происходить если смотреть другими глазами я думаю а если бы его принудили перед синдрионом отказаться от миссии и быть наговорщиком то есть быть тем человек который уже свидетелем смогу ли бы петр это сделать навряд ли более того он бы не не смог бы даже сделать того чтобы придать и быть участником поругания побивания и унижения миссии в тех обстоятельствах это бы не случилось бы но в этом может быть неудобном или же не спровоцированном обществе где он находился случилось нечто он не должен был отвечать рабыне ник ответом никаким рабыня не было угрозой для него услышите меня пожалуйста как многие из нас находясь на своих местах работы общения в круге жизни которым мы находимся сталкиваемся с этой же ситуации где нас спрашивают и ты и ты религиозник и и ты христианин по словам точно я узнаю по своим словам которые ты говоришь ты не ругайся не матерись а у особенные слова ты точно какими говорят ты галилеянин да сектант назарейский и первое что приходит нашу мысль я не принадлежу им я вы что услышьте меня сегодня пожалуйста услышите голос мой который я хочу высвободить для вас от тех маленьких обстоятельствах нашей жизни когда я думаю почему так поступил симон я не пытаюсь его осудить я не пытаюсь его оправдать я хочу чтобы я лично понял сам и помог вам держаться своего упования что я понял что несмотря нас мгновенную ситуацию которая происходит в нашей жизни нельзя быть в позиции оправдателя нельзя забывать а главное что мы в первую очередь верующие в мессии нельзя забывать это после того как мы знаем и уверены в том что мы верующие в мессии потом мы и ученики и родители и служители и бизнесмены и так далее и тому подобное господь всегда будет испытывать нас обстоятельствах где нам нужно будет сказать нашими устами кто мы второе что я понял не бывает нет не ответственных обстоятельств другими словами неважность неважно какие случаи происходят наши жизни когда речь идет о нашей вере вешуа мы должны исповедовать его каким он есть что он наш спаситель он наш спаситель вы скажете рэбэ ну ну разное же бывает ну разные обстоятельства разные случаи ведь не все у нас святые ну бывает ну не без греха же ну как бы ситуации я согласен я согласен что ситуации меняются и что никто не гарантирован быть спасён от ошибок я понимаю что есть слова которые выброшены и их не вернуть обратно но я также хочу сказать вам что в доме в котором находился петр это не было просто пороческое слово это было слово которое испытывало петра это была встреча лицом к лицу со своим спасителем спасение которое смотрела на него жизнь глазами и его глаза встретились с Ишуа Мессии и тогда в его жизни произошёл переворот эта встреча оказала горькое состояние в его жизни написано что Пётр ушёл убежал горько плакал потому что он понял что за каждое слово которое он говорил каждое слово которое мы говорим нам придётся дать отчёт нам дать отчёт тебе и мне и вот в этот момент когда мы может быть легкомысленно или мгновенно что-то говорим его глаза устремлены к нам на эту встречу о чём плакал Пётр о чём иногда мы сожалеем после каких-то обстоятельств которые мы делили в жизни очень часто говорят маленькие листья протят весь виноградник я верю поверьте это моё чувство что падение человека в жизни начинается тогда когда он не исповедует Иешуа своим личным спасителем когда он удерживается когда он не говорит людям что он по-настоящему изменённый человек что он не только принял Иешуа личным спасителем но этот мессия который сделал чудеса и знамения им и движет и он им существует он им живёт вдруг какой-то момент человек начинает уходить от ответов это первое что потом даёт великому падению потом несложно отойти уйти и сделать нечто какая разница была между предательством своего Иуды и Петра мы никогда не соединяем эти два человека вместе мы не хотим соединять один злой другой добрый но кто открыл дверь Петру кто открыл эту дверь Петру тому одному из учеников который был знаком с первого священника кому мы открываем двери когда люди вытаскивают нас на разговор о мессии о верующих когда поднимают какие-то вопросы в наших кругах и мы соглашаемся с ними и потом он говорит а я же не такой я же не часть их я не ученик их я абсолютно никого не знаю чур это это не обо мне о чем плакал Петр он плакал от того что увидел в своем внутреннем человеке способность предать предать даже любимых им людей он горько плакал о том что не соответствует званию Талмидим ученика Ишио Мессии думали когда-нибудь об этом как наши грехи и наше предательство могут приблизить нас к Богу никак они только удаляют нас встреча глазами смеси когда он услышал увидел эти его глаза встреча он вспомнил о том о чем Ишио говорит что дважды пропает петух и ты трижды от меня откажешься трижды но знаете Шима не пошел чтобы присоединиться к Иуде на одной ветке Петр не пошел к Иуде от горя сказать слушай помогу затянуть тебе веревку а ты мне я скажу больше Шима не только не отдалился в ту ночь в ту ночь от Господа своего а наоборот он еще больше стал ценить его любовь еще больше возлюбил его ибо напрасно он слышал слова которые Ишуа говорил ему слова были простые что он никогда обратившись вернувшись обратно на состояние греховопадения утвердит братьев своих он укрепился для нас да пребудем мы в вере Ишуа и про всех обстоятельствах которые случаются с нами в жизни чтобы ни в коем случае мы не позволили нашей мысли или сатане начинать нас сеять где мы зная кто мы готовы страдать за мессию готовы страдать и снести ношу своей жизни вдруг во мгновение мы говорим а я не такой я не знаю чтобы мы падая нет не притыкались но еще больше ценили любовь Божью еще ближе становились Господу нашему чтобы в час испытания им вы и я могли обратившись утвердить друг друга не позволить Иуде вести тебя в этот дом где тебе будет испытана твоя вера после воскресения из мертвых Ишуа приходит к ученикам он появился это была встреча опять учителя со своими учениками Фомы там не было Фомы там не было и когда ему сказали о том что Ишуа воскрес он там он находится там он был с нами я не поверю и когда Ишуа опять с ним встретился опять глаза глазами я буду еще об этом говорить позже эти уникальные люди которые в Писании можно говорить о них как пример Иоанна 20 глава 28 стих Фома сказал ему в ответ Господь мой и Бог мой Ишуа говорит ему в ответ ты поверил потому что увидел меня соединится к Иуде потому что он горько плакал плакал потому что он понял что и вот даже добрые намерения проникнуть и поддержать своего учителя в его страданиях я не знаю какие планы были у Петра в доме первосвященника но не думаю что самые злые там не было злых умыслов в тот момент когда он отрекся от него он понял что он способен по-человечески быть предателем как каждый из нас ради собственной выгоды ради собственного благополучия ради собственного безопасности или же просто отнекаться или же сказать я не причастен этому мы готовы пойти на отречение от мессии и как Петр не зарекайтесь послушайте Петр зарекался я готов страдать я готов уйти я готов сражаться и он говорит Петр сатана просил вас сеять сегодня на встрече встреча опять с Богом если в вашей жизни в вашей работе в вашем доме в ваших обстоятельствах семейных либо когда-либо вы чувствуете что сейчас Дух Святой направил свой взгляд на вас со встречи о том что когда-то вы просто пренебрегли он хочет подтянуть вас обратно этот крест стоит пустым специально поставил чтобы напоминало нам о том что Бог сделал завершил завет и он хочет и желает этой встречи с нами и он говорит Филипп Фома Иоанн слушайте Петр слушайте как сколько долго я с вами а вы говорите покажите мне отца видящий меня видел и отца и если мы хотим приблизиться к нему мы должны приблизиться к его страданиям к его пасхе если хотим увидеть его руки то эти руки пронзенные за нас эта встреча сегодня для нас если когда-то мы отрекались от него от братьев своих сегодня у нас есть встреча встреча с нашим Богом во время поклонения молитвы мы можем прийти сюда вперед склонившие наши колени помолиться помолиться о встрече помолиться к нему и сказать я горько плакал тогда убежал я знаю что ты меня восстановил и восстанавливаешь и обращаясь с тем кто отступник те кто читает что нету возможности вернуться обратно те кто может сидеть у компьютера и просматривать множество этих проповедей по разным сайтам сегодня у Бога есть призыв к вам что вы пришли даже в своей горечи разочарования в своем стеснении и может быть даже предательстве Бог хочет приблизить тебя не отдалить любой грех прощается и он прощает любой грех приди к нему приди и сотвори это покаяние приди и скажи ты мой Бог и нет другого только один Бог ты один во имя Ишуа и он и он и он и он и он и он Субтитры создавал DimaTorzok